Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 марта и у нас уже посевная в разгаре. Очень много вопросов о том, как не перепутать при посеве, если сеешь много сортов, как все-таки их нумеровать, как удобнее. Я сейчас расскажу, как делаю я. Сразу скажу, что способов очень много. Вот, например, если всего вам нужно... Вот здесь у меня всего 28 сортов. Все они разные. И я делаю так. Разделительную вставляю вот этот отрезок поликарбоната. Можно жестяную пластинку из-под пепсиколы. Подойдет также вот из-под соков. Режу сок. Он фольгированный. Она не гниет, не мокнет, не размокает. Можно вот такие вот перегородки. Можно сделать еще сложнее перегородки. Я вот делала... Вот у меня тетрадь трехлетней давности. Я делала прям вот так перегородки. И в тетрадь переписывала все-все наименования. Но в данном случае вот это перец, например. Тогда 28 сортов это очень просто. Я разделяю на 28 или 30. До 30 сортов. Делаю вот здесь редки. И редки строго-строго очерченные. Высеваю. И вот здесь подписываю. Все. Вот они взошли. И тем более, когда разные сорта, они ведь... Их перепутать очень сложно. Во-первых, они... Вот ряд. Видите? Сейчас покажу. Вот он. Если этот ряд, его видно, что это ряд. Во-первых. Во-вторых, они все почти листья разные у томатов. Но чем-то оно отличается. Видите? Вот здесь вот вылезли картофельные листья. Тут у меня все новинки. Вот фляшен томат или флашен томат. Как правильно? Не знаю. Вот видите? Они совсем другие какие-то листики. Они маленькие такие резные листики. Ну, короче, 30 сортов можно, не путаясь, посеять просто вот так и на торце подписать. Ну, не на торцах, а с боков. Сложнее, когда сею уже в три ряда. То есть я делаю здесь две пластины. Тогда я делаю так. Первые вот эти вот рядки я подписываю здесь. Тот край я подписываю там. А средний край я просто переписываю в тетрадь. Конечно, все это в тетрадь вносится. И только имея схему расположения сортов в тетради. Вот видите? Вот я сеяла томаты. Ботяня, Пудовик, Королевский, Баловень, Судьбы. Со средней, вот со вставкой в средине. То есть в три. И все. Делаю схему. Потом смотрю, подхожу, какая ячейка, какому наименованию соответствует. Если вы задумаетесь, ну, как можно семена много посеять и не запутаться, то, конечно, вы найдете какой-то вариант. Может быть, у вас будет свой, оригинальный. Все, я вот делаю вот так. Сейчас покажу вам свои козулы. Когда было видео о том, что одна маленькая козула, еле-еле живая, вылезла. Вот один человек из Латвии. Добрая душа согласилась мне помочь. Быстренько-быстренько купила там у производителя семена. Выслала. Сейчас следующее видео. Коротко расскажу о козулках. Продолжение следует...